Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Вас приветствует спортивный комплекс Orange Fitness, где у нас проходит дикт-турнир СВФ «Тицфутбол» и у нас начинается очередной игровой день и открывает у нас его матчем команды «Строитель» и «КамАЗ». Главная армия «Строитель» – «Данила» в микрофонах Медшин Равель. Команда «Строитель» у нас выступает в «Синих цветах», команда «КамАЗ» у нас в «Манишках» и активный старт, много мячей мы ожидаем в исполнении юных футболистов. Совсем скоро, я думаю, начнется уже здесь сильный ливень, но он должен быть коротким, идет он со старой части города, так что ребята, я думаю, все-таки, как бы этого, может быть, и не хотелось, но попадут под природные катаклизмы, но посмотрим, как это повлияет на игру. Пока у нас вроде как ясно, но поворачивая голову наверх и налево, можно отчетливо видеть большие дучи, которые идут сюда, в это раз таки старой части города, и будет у нас небольшой ливень. В этом у меня практически сомнений нет, так как действительно старая часть уже состоялась. Но у нас пока команда «КамАЗ» зарабатывает угловой и будет подавать «Нургалиев», по-моему, мяча. Постараемся мы, ребята, разглядеть в «Манишках», немножко все-таки номера у них отличаются от тех, что на спинах, на форме и в заявке, и будем их распознавать, как говорится, даже сквозь «Манишки». Пакаро мяч уходит по флангу и устремлялся «Юман Гулов» к нему, но не успел. И будет аут исполнять команда «Строитель». Нет, команда «КамАЗ» строитель, да, действительно, «КамАЗ» хотя мяч взял, но арбитр здесь подсказал, и «Юман Гулов» будет бросать, пытается найти «Гатаулина». Здесь по голове досталось игроку «КамАЗа». По аккуратности с «Гатаулином» нужно играть, и будет штрафной исполнять «КамАЗ». Но это не самое главное, главное, чтобы там все в порядке было с юным футболистом «КамАЗа». Удильнов дает направо, Афа из Рахманова дает передачу еще правее, там через правый фланг. Демиан, есть вариант спереди, Хашимов получает мяч, выходит один-один, бьет и выручает свою команду «Юнусов». Отличный сейф, и все это остается прежним, пока не открыто. Хорошая контратака, и могли действительно сейчас футболисты «КамАЗа» забивать. И Мамудинов выбивает мяч по флангу, и будет у нас и за боковой бросать футболиста «Строителя». И Мамудинов, заброс вперед, здесь отскок, Демин, врывается в штрафную, Демин. И в последний момент у него выбивает мяч игрок обороны, и будет у нас удар с угла поля исполняться угловой. Ну что ж, хорошая быстрая атака, и вновь чуть-чуть не хватило, чтобы отличиться футболистом «КамАЗа». А где относите? Не так же, нет, не так же. Вот такие души, вчера момент был, да он уже лежит в ротаре. Уди в сторону еще, внешней стороной, в край, уди, да ты пустые. Момент тоже, ты бежишь с мячом, сзади соперник. Ты зачем-то наступаешь на мяч, зачем ты наступаешь, когда он за спиной? А это если сбоку будет соперник, или перед тобой. Когда за спиной соперник, ты не наступай на мяч. Не удалось здесь с угла поля найти своего партнера, футболистом «КамАЗа», и довести дело до удара поворотом. Строитель здесь отбился и пытается выйти сейчас из обороны в атаку через левый фланг. Неплохо получается с контролем мяча. Дальше вновь передача налево. Пытается там один в один разобраться, но и Мамудинов хороший мяч выбивает. Дальше в центре поля у нас идет активная борьба за мяч. Рома, Рома, перемещайся быстрее. Край, Рома, край, Рома. Здесь есть кому. Край, Рома. Экстрим, Мирон, еще, еще, еще. Не дай развернуться, иди, Мирон. Иди, иди. Иди, иди. Иди, иди. Саша, поднимись вперед, Ли. Это сама ты игрок. Максима. Двой десятый, Саша. Передача идет. Включай. Тома, Тома здесь. Тома, ты не знаешь. Вновь через дом пытается на правый фланг, наверное, перевести мяч. Но приходится сейчас через галки переиграть. Дальше контроль мяча и передача налево. И строитель неплохо контролирует мяч. Да, это на своей половине поля, но все видим четко, в ножку. И в итоге выходит через левый фланг. К атаке и зарабатывает угловой футболист-строитель. И вот он шанс что-то создать и создать угрозу чужиху, в первую очередь. Подача неплохая на дальнюю штангу, но пробить все-таки не получилось. И мяч ходит. За пределы поля будет у нас удар от ворот. Юносов получает мяч и дает в центр поля. Неплохо вновь строитель разворачивает, использует эти зоны. И неплохо уходит из обороны в атаку уже. В третий раз мы это отмечаем и вновь все получается у команды строителей. Приятно за этим смотреть, за этим осознанным футболом. Ну и вот и КамАЗ отвечает своей попыткой перехода из обороны в атаку. Но Ли здесь остановили и Юносов отыграется через дом. Ли отдает на партнера. Здесь Тихонов на перехвате действует ли в центре поля против Гатаулина. И ставит корпус Маштаков и будет бросать мяч из боковой линии. Забрасывает мяч по флангу, здесь перехват и... Здесь нарушение правил, фиксирует нас арбитр и штрафной. Пробьет команда КамАЗ. Посмотрим, кто будет исполнять. Позиция дальняя, но попробовать можно. Попробовать можно. Посмотрим, кто будет исполнять. Физарахмана, судя по всему. Это вы, поднимайтесь еще, на штрафной. Хашим, 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 хашим. Еще туда, вот так, по линии, по линии. Offside. Да, все верно, Светников видят и фиксируют нарушение правил. И будет у нас свободный удар. Команда строителей исполняет. Рискованно играют в футболе строители, но пока мяч сохраняет. Может, таков под давлением, но все-таки Ларечка мяч выткнул, но Юнусов спокойно его заберет. Если будет ли удар, нет. Смог мяч вывести Загайнов. И дальше передача налево. Включается партнер, пытается обострить ситуацию Гаизидинов. И Мамудинов его встречает, и в итоге Мамудинов мяч и забирает. Дальше передача налево из Рахманова. Загайнов встречает плотно своего соперника. Но в итоге мяч до Ларечки доходит. Ларечка, но вдвоем его встречают. Буквально коршуном бросаются под этот мяч и выбивают футболиста-строителя. Очень плотная, хорошая скоростная игра у нас идет. И тяжело дать кому-то предпочтение. Вроде бы строители неплохо уходят из обороны в атаку. Есть контроль мяча, территориальная. Даже не то, что территориальная, владение мячом, как будто бы на их стороне. А вот по-острею все-таки выглядит пока КамАЗ. Чуть опаснее. Они в завершающей стадии на чужое половине поля. Но пока ни от нее, ни другие, скажем так, и своих преимуществ. Результат не извлекли, пока забитых мячей у нас нет. По-прежнему нули на табло. В Гатауле. Передача направо. Здесь перехват и мяч в ногах у футболистов. КамАЗа прострел и мяч уходит. За пределы поля будет у нас удар от ворот. Все-таки по мнению арбитра. Будет у нас стандарт. Нет, удар от ворот. Передумал, у нас арбитр будет исполнять угловой. Но нет, арбитр не преклонен. И будет Юнусов проводить мяч в игру. Посмотрим, кому будет отдавать передачу, с кем разыгрывать. Розыгрыш получает передачу у нас, по-моему, там Максимов. Вторым защитником играет. Он на самом дальнем от нас участке поля. Спиной там располагается. Так что тяжело разглядеть. Но, по-моему, именно он занимает позицию второго центрального защитника в паре с Маштаковым. А пока Масляков бросает. Из боковой линии перехват Загайнов. Мяч получил. Тащит вперед. По флангу пытается прорваться. Здесь дорабатывал до конца футболисты Камаза. Но Загайнов, казалось бы, вышел на оперативный простор. Но все-таки не смог удержать мяч под контролем. И Удильнов будет вводить мяч в игру. И Удильнов разыгрывает. Это направо. И с боковой будет бросать команда КамАЗ. Вот мяча в игру. Здесь попытка развернуться. Получится ли? Пока не получается. Передача налево. Здесь офсайд. Тихонов здесь немножко задержался. И мяч уходит под контроль команды КамАЗ. Удильнов будет вводить мяч в игру. Морцеп, подойди, разыграй. Быстрее. Обратно можно в Адиму. Да. Звыковой. КамАЗ вводит мяч в игру. Грубовато. С мячом, можно сказать, обратился Загайнов. Мяч от него на метр два-три отскочил. И тут же покинул пределы поля. Как говорили, скажем так, тренера старой школы, нужно быть поласковее с мячом. И тогда все будет хорошо. Но здесь жесткая обработка мяча была. Но быстро футболист-строитель мяч возвращает по свой контроль. По тазу, по левому флангу промчаться и обострить ситуацию. У нас крайний защитник. Это у нас подключался Газидинов. Но все-таки не удалось ему передачу сделать. Мяч ушел за пределы поля. И будет у нас удар от ворота исполнять команда КамАЗ. И будет у нас Удельнов вводить мяч в игру. Отдает передачу направо. Фаиз Рахманов. Здесь открывается в недодачу. Поднимает голову. И есть варианты справа, слева. В итоге решил понадернее сыграть. Отдать по флангу. И мяч уходит за боковой. Будет аут. И КамАЗ продоварит свою атаку. Ли пытается здесь разобраться. Обыграть один в один Холкина. Но Холкин здесь цепок, внимателен. И в итоге мяч выбивает подальше от своей штрафной площади. Янусов на Маштакова бросает быстро. Маштакова здесь вдвоем пытается встретить футболисты КамАЗа. Идет активно Габдрахманов в отбор. И сзади, за его спиной, готов, так сказать, идти на подстраховку. Партнер, по-моему, был Масляков. Это Хашимов был. Хашимов. Ну, а пока мяч у нас в центре поля. Загайнов. Прокидывает неплохо по флангу. Успеет ли к мячу, да? Загайнов успевает к этому мячу. Настигает его. Но Ларечка вместе доработал. С партнером до конца в отборе. И в итоге мяч отвоевал. И не дал здесь футболистам строителя разойтись на своей половине поля. И более того, отвел угрозу подальше от своих ворот. Драхманов. Удар. И отбивает перед собой. Юнусов добивание. Штанга. Ларечка попадает в каркас. Еще момент. И не забивает КамАЗ. Какой шанс был сейчас у КамАЗовцев. Да. Второй суперголевой момент у КамАЗа. Но вновь он не реализован. По-прежнему 0-0 у нас в этом матче. Загайнов. Дает передачу налево. Пытается там сохранить мяч. Игрок-стрейклик, к сожалению. Не скажу, кто именно. Но здесь пенальки. У нас назначен. Наборщик, по-моему, слева играет. Может быть, и не он. К сожалению, без номеров ребята выше. И не могу я сказать, так сказать, кто это. Именно по фамилии. Но фамилия, скажем так, не так важна, как эмблема на груди, как говорится. Ну что ж, 11-метровый Юмангулов попробует свои силы. Или Удельнов все-таки вытащит. Ворот, конечно, большие. И Удельнов постарается, конечно, спасти. Но все-таки шансов не так много. Но вот он, шанс. Сейчас он реагирует, но на добивание команда «Строитель» забивает. Все-таки мяч ворота соперника. 1-0. Выходит вперед «Строитель». И отличается у нас, по-моему, Денис Наборщиков. Вот так вот команда «Строитель» вышла вперед. Удельнов не стал дергаться, не стал прыгать. Куда-то сыграл по мячу, отразил удар. Но на добивание нападающие преуспели. Защитники чуть-чуть не доглядели в этом эпизоде. И счет матч открыт. Но никто, как говорится, не отменяет старую футбольную мудрость. Не забиваешь ты, забивай тебе. Два классных момента было у «Камаза», где должны были они забивать. Но не забили. И в итоге «Строитель» за эту расточительность своего соперника наказал. И счет в матче открыт. 1-0. Но игра смотрится, игра живая. Думаю, еще обязательно голы мы с вами увидим. И у «Камаза» еще очень много времени, чтобы все изменить. Проводил здесь мяч из «Рахманов». Поставил корпус и будет «Масляков» бросать из боковой линии. Сильно по флангу пытаются бросить, но здесь придется побороться за мяч. Боицы «Строитель» здесь плотную борьбу навязывают. Холкин пытался пробежаться здесь вперед, но защитника не пустили. И в центре поля остановили. «Рахманов» попроще здесь останавливает проход за «Гайнова» и «Ава» для «Строителя». Передача вперед на фланг. Пытаются через левый фланг команду «Строек» что-то создать. Там мяч выбивается из-под ноги и уходит за пределы поля. Удар, и мяч выбивается подальше. «Рахманов» не смог здесь за мяч зацепиться. И защитники здесь успели. «Рахманов» бросает вперед. Дальше передача на обострение, но до нападающего мяча не доходит. «Рахманов» пытался здесь обострить ситуацию, но не получается. Налево передача есть. Свободная звонка здесь на левом фланге. Но идут во встречный отбор у нас футболисты «Камаза», не давая времени подумать сопернику. И накрывает его на чужой половине поля. «Камаза, дау, открывайся, ка-тау!» «Опорщик, а садись на ка-тау!» «Не надо!» «Стут им вперед!» «Есть помоги!» «Габдрахманов» ничего себе здесь придумал. Едва свечу здесь не отправил, но все-таки оказался, что удар неточен. Перелетел ворота и ушел За лицевую линию будет у нас удар Вот ворот Динусов разыгрывает Загайнова Загайнов налево Пытается там прорваться По флангу у нас игрок-строитель Но задача, мягко говоря, непростая Могу подозревать, что там Может Играть Галиев, ну нет, Галиев Вот сейчас нападение появилось по 38 номерам Из тех, кто Скажем так, у нас Без номеров Наборчику все тут бросает Но его мы Смогли, так сказать, опознать благодаря тренеру То, что Так сказать, по футбольному набору набор Выходи У нас два наборщиков Одного Мы уже сегодня называли Он автор единственного забитого мяча Денис Наборщиков Ну вот Дмитрий Наборщиков, судя по всему, играет Справа По защите А вот тоже играть слева Пока никак не могу и разобраться Кто знает, можете написать в комментариях Помочь нам Может быть, родители и строители нас смотрят И помогут нам В подобной информации А тут аут И будет команда КамАЗ бросать Еще один аут для КамАЗа Вновь Маслякова нужно будет бросать Из боковой линии Совсем скоро у нас закончится уже первый тайм Чуть больше двух минут остается играть Хороший, зрелищный первый игровой отрезок Пока Один забитый мяч Но красота футбола не только в голах Ребята, здесь не стараться Вот и второй, может быть, мяч Да Александр Ли сравнивает счет Отличный отбор И Реализация своего момента Один-один Вот самый заново с первого тайма КамАЗ сравнивает счет Но КамАЗ наиграл на свой гол Был у них момент И все-таки Добились они своего Один-один Только я хотел сказать, что Игра в целом равна И Второй тайм у нас Ожидается интересно Но После забитого мяча Я думаю Этих слов говорить и не нужно Действительно ждет нас Жарко вторая половина И Тяжело кому-то дать предпочтение Оба коллектива Показывают достойную игру Умную И Постараются Используют свои сильные стороны Для того, чтобы одержать победу Наборщиков Будет бросать Центр поля Загайнов Разворачивает Через дом Холкин Диагональ Галиев успеет? Нет Слишком сильная передача И Удельнов здесь Проводит этот мяч Спокойно И будет Вводить мяч Ударом От ворот Масляков Двигает мяч вперед Длинная передача Не проходит Здесь повнимательно Право Наборщиков В центр Здесь плотно играет Федер Ахманов На опережение Причем И не дает Развернуться Своему сопернику Загайнов Вдарь Рикошет Удельнов Среагировал Скоординировался И Смог подстроиться Под этот мяч И Отразить этот Выстрел Пущенный По своим воротам И Мамудинов Будет бросать Из-за боковой На партнера Здесь отскок И Каммель застанется И Мамудинов Направо На Ифу Мамудинов Здесь он же побороться Загайнов налево И Все Первый тайм Закончился 1-1 Уходим с вами На перерыв Закончился у нас Перерыв Начинается Второй тайм Нашего матча Строитель КамАЗ 1-1 После первого тайма Хороший Зрелищный футбол Был И Надеемся Что второй тайм Будет не менее Интересным А может быть Даже более Зрелищным Все-таки Команды Сейчас Приложат Все усилия Чтобы Одержать Победу В сегодняшнем матче Сегодня у нас Очень насыщенный Игровой день 8 матчей Все мы Покараем В прямом эфире Так что Детского футбола Будет много И Обязательно Оставайтесь с нами Болейте Переживайте За своих Любимых Юных футболистов В центре поля Получает передачу Дает пас Направо Юмангулов На Загайнова Загайнов Видит слева Партнера Дает зрячую передачу Неплохо Здесь Разыграли Газидинов Мог Пробежаться По левому флангу Но в итоге Приходит сейчас Отрабатывать В обороне И Газидинов С этой задачей Справляется И мяч Возвращают Под контроль Своей команды Направо Юмангулов Оборщиков Пытался себе В ход отправить Перед Мяч Но Обработать его Как следует Не получилось Оборщиков Под удар с разворота Мяч уходит За пределы поля Будет удар От ворот Будет угловая Кстати А не удар От ворот Видимо Кого-то коснулся У меня все-таки В ходе этого эпизода Удельно Здорово На выходе Играет галкипер Ну и получится Или контратака Дюмин Налево Но нет Аргалиев К этому мячу Не поспит Здесь оказался Муштаков Более расторопен Холкин Главное Не напортачить Защитнику Рискованно Выносил мяч Через центр Но все-таки До Юмангулов Мяч дошел Вновь Холкин Поднимает голову Не суетится И Вновь Очень рискованно Передачу дает У нас есть раз Перехват И Мамудзинов Налево И едва Не прошла Передача В штрафную площадь Еще один Заброс И здесь на выходе Зуев Мяч забирает Из единов Через дом На Холкина Холкин Длинная передача И Вынос мяча За пределы поля От Фейзрахманова Немножко Он как будто бы Поспешит С принятием Такого решения По флангу Заброс Камаза Пытается Прихватывать С соперника Но все-таки А вот для Строителя У Монгулов Ищет Кому же бросит мяч Из-за Ганов Из-за Гатаулина Тадир в зону Гатаулина Мяч пошел Здесь втроем Камазовцы И выбивают мяч Еще раз Из-за боковой Еще один аут У Монгулов Будет бросать Из-за боковой Еще раз Вновь Не так много Вариантов Открытых На Тихонова На коротке Тихонов Прокидывает вперед Прострел И зарабатывает стандарт Угловой И Ю Монгулов Уже будет подавать Посмотрим Что получится С этого стандарта Извлечь Кстати Загайник Подпадавайте И Монгулов Оставил мяч Партнер Мягкая подача Перелетает мяч Через всю штрафную Никто до мяча Забраться не смог И будет у нас Строитель Бросать из боковой Видимо еще раз Кого-то мяч коснулся Быстрый аут Гейзидинов На Тихонова Дальше прострел Загайнов И успевает Хашимов здесь Накрыть соперника Но убежать В контратаку Не получилось Ларечка Хорошая передача Здесь Дюмин Разворачивается Пытается Ли запустить По флангу Но не получилось Ли здесь Встретили В этом эпизоде Гатаулин Передача вперед Не проходит Повнимательнее Может быть Получится ударить Нет Мяч выносится Гатаулин На правой Контратака 2-1 Строитель выбегает Ай-яй-яй Как же Поспешил Ямангулов Засоветился И поспешную Передачу Отдал На своего Партнера По команде Пихонов И офсайд Сотников Внимателен И фиксирует Офсайд В данной ситуации Нерон Справа сзади Уэта Матальщик На тучи все плотнее и плотнее Над полем Оранж Фитнес Видимо Под летний ливень Придется поиграть Но вопрос кому Этой паре Или все-таки следующей Степенно-плостепенно Накрывает Точками поля Пока мяч в центре поля Фейзрахманов Здесь Не смог С мячом расстаться В итоге Гатаулин Мяч перехватил Гатаулин Обыгрывает Убирает под себя Здорово А пробить Пока дает Загайнову Загайнов Убирал ногу Но вот один-двоих Обыграть не смог Будет попытка еще Обострить Пока С мячом Зуев Зуев направо Неплохо Загайнов Поднимает голову И в последний момент Буквально все-таки успел Передачу На Гаизидинова Гатаулин Под себя Есть слева Гаизидинов По мысли Неплохо было Но передача не прошла Перехват Здесь все-таки состоялся Холкин А право Хорошая передача Гатаулин В центре Пропускает мяч Под ногой Дальше будет ли развитие Атаки Наборщиков Здесь борется Слева Гаизидинов И мяч выбивает Ларечка Аут Холкин Удар Рикошет И мяч в руках У Дельного Все-таки Добить здесь Подправить Как-то не получилось И Мангулу Будет бросать Аут Перевод налево Здесь Гаизидинов Успеет К этому мячу Отыгрывает Через дом Холкин Но Гаизидинов Центр И можно перевести Направо Да, так и есть Маштаков Получает мяч Дальше в центр Гатаулин Но неплохо Строитель двигает Мяч Видим Вот так Так называемая Произвольная лодочка Работает С фланга На фланг Вот эти перекаты Через центр Также Активно Используют Ребята Здесь дальний удар Попробовал Дюми Но Такими ударами Зуева не застать Расплох Зуев справился И вновь контроль Мяча Гаизидинов На партнера Даша Загайнов Гатаулин Неплохо Здесь открывается В центре Здорово Разворачивается Ай-яй-яй Зачем под себя Брал Был впереди Вариант Но решил Вновь под себя Понадежнее сыграть Не подсказали Здесь партнеры Что один-одинешенник Он был И мог спокойно Развивать атаку Вперед Но бывает Ничего страшного Все приходит С опытом Тем более На позиции Центрального Полузащитника Нужно как Вихрь какой-то Головой Крутить На 360 градусов Постоянно Чтобы оценивать Вокруг себя Ситуацию С возрастом Конечно Навок оттачивается Все приходит С опытом Но мы видим Уже задатки Что у Загайнова Что у Гатаулина Есть Неплохо Они действительно Двигают мяч И управляют Игрой своей команды Муштаков Есть правый вариант Да Дает им Ангулу Вот тут под давлением Можно через Холкина Перевести С фланга на фланг Да Неплохо И вот разворот Налево Хорошо В стенку можно включать С Гайзидинову Да Перешла передача Но чуть-чуть не в ход Загайнов Будет ли удар Пока направо Хорош Хороший отрезок Хороший контроль мяча Вновь меняет С фланга на фланг И мяч ходит Разворачивает Очень здорово Эти атаки Футболист-строителя И Как же тяжело КамАЗ Да В эти минуты Без мяча работать Но для них тоже Огромный опыт Ради этого Можно сказать Они и принимают Участие В соревнованиях Чтобы набраться Опыта Игровой практики И вот такие матчи Они конечно же Очень полезны Как одной команде Так и другой Наборщиков Поспевает к этому мячу Скидывает назад И Мангулов И в мяч Играет по мнению арбитра И вынужден Ларечка Просто выбивать Мяч за боковую линию Игра рукой И в штрафной Пробьет команда КамАЗ Кашим, Рома, сюда Слева, сзади А, подожди Слева, полузащитник Слева, сзади Центральный полузащитник Дли нападающих Справа, сзади Разыграет нам Маштаков Маштаков Есть варианты Справа, слева И Мангулов В центр Здесь Загайнов Загайнов Хорошая передача в зону Гайзидинов Врывается в штрафную площадь Есть партнер справа Гайзидинов сам бьет В дальний не попадает Классный момент Здорово Здесь Словно пружина Разжалась Атака строителя И В дальний угол Попробовал Гайзидинов Испон Но чуть-чуть не получилось Я буду Ацель Ближе Двигай, двигай, двигай Никого Двигайся пока Еще двигайся Самат, ближе к Ранели Чуть-чуть Самат Не получает И Активное действие Маслякова И в итоге Штрафной Зарабатывает Масляков Хороший удар Старый Мяч ворота Александр Ли Оформляет Дубль Вот так вот КамАЗ Реализовывает Свой шанс Говорил я в первом тайме Про КамАЗ Потому что они не забили Свои моменты Строитель За эту расточительность Их наказал Здесь же все наоборот На втором тайме Строитель давил Создавал моменты И в итоге Один момент И КамАЗ его реализовывает Отличный стандарт Ли Браво 2-1 КамАЗ Впереди Смотрим дальше Интереснейшая концовка Нас ожидает В этом у меня Сомнений нет И Посмотрим Кто же Окажется Сильнее Или все-таки Команда Может быть Разойдутся С миром Наборщиков Отдает На Загайного Того Прессингуют Ли Здесь Маштаков Дальше Заброс И мяч КамАЗ Достанется Пока он Под контролем Футболистов Строитель Ну и активность Родители поддерживают Свою команду В чате К родителям Строителя Нужен ГОВ Нужен 2 Нужен 3 Вперед Строитель Много слов Спасибо вам За поддержку Ребятам Будет приятно Ну и Мы продолжаем Смотреть За концовкой И этого Уже Матча Ли Передача Направо Ларечка Пытается Брать под себя Дальше Гаизидинов Передача И Мамудинов Здесь на перехвате Даст Добраться До мяча Будет удар Габдрахмана В дальний угол С носка Не попал Будет у нас Удар От ворот Зуев Зуев Будет разыгрывать Ладно Давай тогда Ерик Давай Тогда полази Еще на связи Я Любому надо Я тоже хотел Заказывать Короче Если мы закажем После заказа Примерно 20 минут Ну нормально Надо Ой-ой-ой Какая ошибка Момент И Ларечка Не попал По мячу Да Это левая нога Ларечка Судя по всему Ярко выраженная Стравша И не получилось Гаизидинов По флангу Прострел Можно пробить Будет ли удар Нет Удар Уместе Не удалось Да Отменялись Команды Моментами Еще одна атака Может получиться Лид С Ларечкой Здесь на двоих Пытается обыграть Троих человек Но нет Не получится Здорово Сыграл Игрок обороны Все делай Все берешь Все портит Иди выше играй На борщ Проброс в штрафную Драхманов Дальше Будет ли удар Нет Мяч выносится И Загайнов Получил по ноге Ну атака продолжается Мяч остается Тихонов Есть право Слева Точнее партнер Тихонов Сам бьет А вот и Гаизидинов Который был слева И вновь попадает Вымамудинова Два раза Выносит Из пустых ворот Имамудинов Что же ты будешь делать Загайнов Вдальний Загайнов 2-2 Все таки строитель Забивает Все таки Своего добивается Команда Как же было обидно Здесь в этой атаке Не забить Тихонов Пробил Попал Вымамудинова Слева Гаизидинов Забежал Дождал Своего шанса Попал Вымамудинова Все таки В дальний угол Загайнов Попал 2-2 Своего шанса Ли Личем Пытается развернуться Получится ли у Лизи Что-то сделать Пока не так много Свободы ему предоставляет Тихонов По правому флангу Скорослый Пытался Своить передачу Но не прошла Тихонов По-моему Это сын Футболиста Нашей любительской лиги И все И По ростовым данным Точно У отца Отец у него Высокорослый Защитник Ну а вот Тихонов Может быть Будет нападающим Посмотрим Пока по правому флангу Прорывается На скорости На широком шаге Прорвался Передача Нужно забивать И Ой-ой-ой Гатаулин Не попадает Ой Как Прощаюсь Сейчас Команстратель Да Тихонов Здесь только Мы его упомянули Ну и не зря Упомянули Да Какой момент Создает для партнера Но отличиться Не получилось Обидно Досадно Как говорится Но нужно продолжать Игров Варечка Сильная подача И Удар Нанести У линии Получилось Будет у нас Федор отворот Изуев Исполняет Перехват Перехват В центре Поле Будет ли дальше Обострение Пока Передача И Дальше пока С обострением Не получилось У команды КамАЗ Рахманов Партнеры Есть слева Справа Предложение И Мамудинов Тихонов Нет Развернуться Не позволит Дальний удар Зуев На месте Гоизидинов В центр Загайнов Загайнов С мячом Пытается Выкизабарнов Атаку Попадает Соперника И удар Отворот Ну 2-2 Боевая ничья Пока у нас И Если честно Мне кажется Ничья Была бы Справедливым Результатом Команда Достойна Друг друга Два разных Тайма Мы с вами Посмотрели Два разных Стилей игры Обе команды Показали нам И Остается У нас Еще Порядка Пяти минут Чтобы определить Победителя Но Ничья Я думаю Будет неплохим Результатом Но Ли Другого мнения Ли Двоих на замахе Убрал Но Пробить Не получилось Хорошая Попытка была Но Все-таки Ули Нанести Решающий удар Не удалось И Заброс Передача Нургалиев Бьет Ай-яй-яй Не Получился Удар Другого Другого Открывается Другого И Центральный Полудощитник Ладно Продолжение Он теряет Четверо Ли Заброс Нургалиев Нургалиев Успевает 3-2 Камаз Выходит Вперед Длинная передача И Мамудинова И Нургалиев Все-таки Дотянулся До мяча И отправил В ворота 3-2 Камаз В концовке матча Выходит Вперед Есть еще время у строителя Может быть удастся Ему еще раз Отыграться В этой встрече Загайнов Передача Направо Сюда Ли Потеря Ли Направо И Удар Отворот Сигнализирует Даниил Сотников Максимов Иди сюда Мастак Украй защиту Уж такого не встречает Момент Нургалиев Удар И Угловой Успел Здесь защитник Нога выставить И Будет угловой Наш Подали Подай Сейчас Можно Подать Будет подавать Подача опасная На дальнюю Но Масляков Удар Нанести не получилось Нургалиев Какие же качели Мы с вами Наблюдаем И Каждую минуту Буквально Все у нас Меняется Вперед Бросай Только Вперед Хашим Есть Еще Хашим Ли Направо Ставят Здесь Корпус У нас У нас И Угров КамАЗа Дальше Гайзидинов По трассам Мячу Вынести Не получилось Будет У нас Угловой Ли Будет Подавать Сильная Передача Здесь У нас На месте Загайнов Загайнов Ли Чисто Отбор Ли А вот Пробить Не получилось И все С победой КамАЗ 3-2 Классный матч Спасибо Двум коллективам